здравствуйте друзья мы с вами видим гаррика прораба и в руках у него необычная бутылочка а что у тебя там это как это этикеткой фирменная тебе кто-то сделал что это ну это целая поезд повесть давай этикетка выполнена известным художником бери володе битковским это принципе очень дорогой художник он входит в фамилис у него несколько знатых медалей и я не буду говорить как мы торговались этикетка довольно дорогая но цель оправдывает средства я сделал себе этикетки отпечатал их сделал и делаю водку водка я настаиваю на клюковке клюквы откуда поступают клюковка это сезонные ягоды в америке я ее покупаю в куска она появляется обычно сезон сэнсгивинг это октябрь ноябрь я покупаю десяток пакетов затариваю ее пакет на сколько ну там где-то килограмм то есть ты берешь 10 кило клюквы тогда и она лежит у меня по мере поступления клюковку и изготавливаю вот эту супер водку то есть я беру водку затем беру клюковку это существенно какую водку брать но лучше брать дорогую и неплохую обычно в куска есть такая водка называется американская пяти пяти разовой очистки то есть чем больше чистят тем меньше вот этих вот веществ и в общем-то лучше для организма я значит беру клюкву сахар жена в миксере все это перемешивает наливаю водку сахара много скажем на на килограмм клюквы сколько сахара мешание рецепт такой никому не скажу хорошо так это тайна тайна клюквы немножко сахарку или сколько-то сюда клюквы чистые как бы ягода она немножко заморожена ну принципе я ягода ягода с сахаром перемешивается в миксере и заливается в банку с водкой а почему например не не мясорубкой и мороженое прям мороженое потому что во первых это будет быстрее в миксере и гораздо проще и изи ты видишь что ты делаешь мясорубки как ты говоришь который бабушка крутила да это не то это уже прошлый век понял перемешиваешь смесь клюквы сахара с водкой стоит это месяца три и получается совершенно офигительно напиток который называется клюковка подожди ну надо же как-то фильтровать на там же у фильтруешь когда все это вся эта смесь настаивается когда эта смесь несколько месяцев настаивается вот тогда ты все рефильтруешь разливаешь по бутылочку вот эти вот бутылки они стандартные американские в него входит 350 грамм специальная пробка я ее покупаю и она не проливается она одноразовая то есть ты одеваешь а чтобы снять ее и нужно открыть как в магазине да и все да и вот у меня получается такая фляжка вот такая этикетка вот такая пробка и вот такой напиток но фильтруешь ты как фильтрую когда вот эта банка в смеси настаивается я фильтрую при помощи фильтра но опять же секрет но фильтр не то что специально покупается ты его делаешь ну я салфеточка сеточка шметочка короче ты сам делаешь да 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 я вот видишь какой цвет смотри но прозрачная прозрачная никакой примеси это получается такая вот стандартная фляжка понял какой у нее градус неизвестно значит известно мы проверяли значит водка 40 градусов и клюква воды поскольку нет клюквенный сок он немножко убирает градус но другой стороны сахар добавляет поэтому получается те же 40 градусов водки практически не чувствуется пьется вот ты вот сейчас товарищ совершенно офигел да выпил практически пол-литра и уехал да так подожди но а ты ее что для домашнего ну я вас поскольку на этом баке сделать нельзя это по я в общем то как бы это дарил вот например пришел чем гости ну понравился я подарил ты можешь авторскую подпись какую-то но знаешь сзади еще одну бумажечку для подписи это своим портретом ты знаешь что во-первых это тогда уж больно будет на халяву мало того что я даю бутылку которая себестоимость ее обходится где-то в баксе 4 сама водка сама бутылка сама пробка и сама этикетка ее нужно напечатать только сказать что водка которую туда наливаешь она в общем такая дешевая если 300 там ну как она дешево расскажу секрет водку которую я покупаю 175 с такси на на стоит 15 долларов то есть почти 2 литра 1 с 5 до 15 баксов ну да получается так где-то ну ты понял да да хорошо но этикетка почти даровая да ну 500 грамм стоит 5 баксов пакет пробка стоит 30 центов официально бутылка а бутылка стоит доллар и этикетка стоит напечатать который мне печатать компания потому что она специальная она водоустойчивая плюс она еще клейкая то есть ты ее наклеиваешь этикетка стоит доллар ты одна этикетка да а ты думал что подожди это то есть даже если бы не нужно было художнику ничего платить а просто вот сама этикетка сейчас расскажу значит себестоимость получается так себестоимость вот такой вот чекушки да где-то бакса 4 из которых доллар этикетка и доллар степляшка да да и сама всего вообще даровая можно сказать нельзя так сказать ну ну относительно ну половину там меньше получается что водка стоит практически столько сколько стоит все остальное да друзья тяжелый тяжелый образ жизни у самогонщиков не но мы не самогонщики мы художники и потом сама этикетка просто супер чувак нарисовал так давай я встану да возьму бутылочку и поднесу может быть чтобы наши зрители могли порадоваться красоте так сказать искусству а что тут написано прораб 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 это как ты видишь кайкуха да хлюковка и там внизу что такой текст читайте я не могу без очков не вижу ну давай я прочитаю давай текст такой что выполнена по рецепту и под надзором прораба гарика прораба ну то есть этикетка совершенно фирменная из так то есть ты должен на самом деле вот как может быть надо у нас в портнов компьютер school надо держать ящик и когда люди съезжаются со всего мира и делают со мной селфи вот может быть они тогда вот с подписью твоей брали ему бутылочку есть место для подписи где-нибудь там ну смотри где хочешь ну то есть можно подписать уже ты должен мне кажется или знаешь что ты должен делать когда ты слушай меня это не просто это этикетка у меня есть эта серия ягодных этикеток у меня есть другая этикетка так на что которая на перцовку на хрен так и на другие градиенты то есть разные картинки тебе надо просто тебе надо встречу со зрителем делают или там как читательскую конференцию с удовольствием еще плюс если люди попробуют они совершенно офигею да ну что же друзья вот у вас теперь появилась мечта я не было мечты и я знаю что у тебя в школе есть конкурсы после 60 в конкурс кроме твоих всех мансов до горки посылать там кружки галки пионерские горки ты еще будешь послать чекушку до дитяную чекушку с офигительной водкой причем сшена золотой этикеткой мы можем еще на внутрь золото насыпать хлопьями то я уже не пути на реке сакраментов мою это только портов компьютерскую ну как это уже никто пить не будет просто будут держать как это назвать крюковка с золотом ну я считаю что это тема для дебата golden golden эдишен платина для дебата платина медична ладно друзья значит мы прощаемся с художником слова и напитка вот поэтому воспевшим амброзию лично люди говорят что вот моя вот эта клюковка да еще есть у меня перцовка с немиров нервно курит в углу потому что у меня получается такая перцовка с медом что лучше не бывает да даже если не миров будет делать из другой водки да да все равно он не догонит наши рецептуры все друзья немирова привет мы к немирова хорошо относимся вот и любителям неверова тоже мы с вами тогда расстаемся до очередной дегустации до свидания